Библию по порядку Другие же отвечают «Зачем? А почему я должен так много времени уделять Священному Писанию? Ну, я знаю об Иисусе Христе, я знаю о том, что Он умер за меня, но как это может повлиять на мою обычную жизнь?» В Священном Писании есть один интересный библейский отрывок, который записан в книге Иисуса Навина в первой главе, это восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Итак, книга закона. Конечно же, книга и закона здесь названо «Писание». И вот Священное Писание нужно человеку для чего-то определенного. Давайте мы несколько важных моментов заметим, для чего же нужна книга закона, для чего нужно Священное Писание. Итак, все мы хорошо знаем, что Священное Писание помогает человеку тогда, когда ему тяжело, морально тяжело. Может быть, душа болит, как мы иногда говорим, сердце сжимается в комок, и человек берет Священное Писание, и иногда мы делаем вот так. Закрываем Библию и думаем, вот сейчас открою и прочитаю, и, наверное, это будет для меня. Да, иногда действительно так происходит, что открывается библейский отрывок, который именно в нужный момент человеку необходим. Но Священное Писание, оно способно не только душу человеческую успокоить. Священное Писание способно человеку дать нужные советы для жизни. И это очень важно. Некоторые бизнесмены, отвечая на вопрос, как и чем помогла тебе Библия, говорят о том, что Библия научила их правильно вести дела в своем бизнесе. Некоторые люди, которые работают в обществе разных людей, говорят о том, что Библия помогла правильно строить диалог. Может быть, многим людям Священное Писание дает хорошие советы в отношении того, как отвечать на вопросы, как строить семейные взаимоотношения. Библия говорит о том, как правильно воспитывать детей. Во многих сферах Библия способна человека поддержать. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь в том, читать Библию или нет, а зачем мне все это нужно, ведь я и так все знаю, обратите внимание на то, что очень часто в нашей жизни мы ищем ответы на разные вопросы. И так, навскидку, очень сложно сказать, что в Библии есть ответ. Но когда мы читаем постоянно, когда мы каждый день уделяем Священному Писанию время, тогда Господь через это слово способен научить нас очень многому. В таком случае человек становится целостной личностью и воспитывается не односторонне, а Библия с разных сторон дает хорошие добрые советы. В таком случае мы еще станем благословением для окружающих людей, когда у нас просят совета, а мы откроем Священное Писание и скажем, так написано, меня поддержали эти слова, они обязательно поддержат и тебя. Субтитры создавал DimaTorzok